Добрый день, дорогие друзья! В своих многочисленных видеороликах мы неоднократно поднимали вопрос катаракты. Как помочь, если возникло помутнение хрусталика? Катаракта – это помутнение хрусталика. Помните, мы с вами говорили, открываем глазик, модель, вот это стекловидное тело, вот оно. А за роговичкой, вот роговичка, находится вот такая вот линза, это хрусталик. Она прозрачная, вот такая. И вдруг она, казалось бы, ни с того ни с сего, стала мутной, вот такая стала. Была вот такая, стала вот такая линзочка, вот такой стал хрусталик. Это и есть катаракта. Понятно, что такой катарактальный хрусталик уже не будет пропускать свет, и человек резко снизит зрение. Сразу вопрос, а нужно ли оперировать? А может быть, можно как-то вернуть без операции остроту зрения? Давайте посмотрим, что же произошло. Ведь это составляющая. Здесь белок. А точно так же, когда мы варим яйцо, прозрачный белок становится непрозрачным, белым. Что произошло? Произошла денатурация. Что такое денатурация? Это удаление природы, натура природы, удаление природы. Произошла, произошел лизис, растворение, разрушение молекулы белковой. Это процесс необратимый. Что бы вы ни делали, вы не сможете никак вернуть вот в такое состояние катарактальный непрозрачный хрусталик. Каким образом происходит это? Ну, как вы должны знать, такое сворачивание или денатурация белка происходит в результате действия кислоты, щелочи, избыточной температуры, радиации. Много причин. А у нас в организме? А у нас нарушение обмена веществ. В результате процесса этого происходит помутнение. Оно может быть слабеньким. Это начальная катаракта. Или уже созревшая. При начальной катаракте грешно оперировать. Хотя часто врачи назначают сразу на операцию, когда человек видит 80%. Вот этого делать нельзя. А вот когда уже сформировалось, немедленно на операцию. Помогают ли капли? Никакие капли не помогают. Никакие маски на голову, на глаза ни в коем случае не смогут вернуть прозрачность хрусталика. Это обман. Самый натуральный. Не существует никаких воздействий на глаза, которые бы вернули прозрачность катарактального хрусталика. Я хочу обратить внимание на это. Очень часто приписывают функции различным маскам, приспособлениям, физиотерапевтическим воздействием. Бесполезно. Пустая трата времени и денег. Надо оперироваться. В данном случае мы говорили и в предыдущих видеороликах, что надо делать. Но это отдельная тема. Созревший хрусталик немедленно на операцию. Благодарю за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова